Утро от первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили рвету, склоны поезды. Увы запринят, уезжаем. Очередное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано днём примерно в 3 часа на загородной трассе. Авария произошла в Ардобасинском районе. Здесь столкнулись грузовой автомобиль и легковая автомашина ЛАДА 2170. По словам водителя грузовика, авария произошла по вине владельца ЛАДА. Мы с легковой автомашиной ехали во встречных направлениях. Я ехал оттуда и видел ЛАДА, которая стояла посреди дороги, готовясь развернуться. Мимо ЛАДА проехал Мерседес, и она стала передо мной разворачиваться. Я увидел её и стал брать в сторону, а он поехал туда же. Я тогда стал тормозить, но не смог остановиться и ударил легковушку. В результате ДТП травму получила пассажирка ЛАДА. Ей помощь оказали прибывшие на место аварии врачи Центра медицины катастроф. Обоим автомашинам нанесён материальный ущерб. Кто его возместит, устанавливают дознаватели дорожно-патрульной полиции. Сотрудники Сарагашского РУВД по горячим следам раскрыли ограбление одного из местных пунктов технического обслуживания. Неизвестные лица, взломав входную дверь, проникли во внутрь технического бокса и похитили оборудование на сумму почти в 2 миллиона тенге. В посёлке Аксукен-2 в технический комплекс Аксу неизвестные лица путём взлома входной двери проникли в здание СТО и похитили электронные приборы и компрессоры для подачи воздуха на сумму 1 миллион 800 тысяч тенге. По горячим следам в течение нескольких суток полицейский Сайрамского РУВД задержали двух молодых жителей Сайрамского района. Для раскрытия этого преступления была создана специальная оперативно-розыскная группа. В качестве вещественных доказательств у задержанных изъята и водворена на автомобильную стоянку автомашина Volkswagen, а также конфискованы похищенные вещи. Вся аппаратура была возвращена владельцу. Сейчас задержаны и заключены в изолятор временного содержания. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 175 Уголовного кодекса. Ведётся следствие. Для предотвращения подобных преступлений во всех районах области усиливаются полицейские подразделения и улучшается их материально-техническая база. Так, в коммун празднования Дня независимости очередной пункт полиции был открыт в Келькубасском районе в аудном округе Кельте-Машат. Полицейский пункт открыт в селе Кешиктас. Он был организован при содействии районного акимата, общественного совета и при прямом участии аксакалов этого населённого пункта. В Кельте-Машат один из самых больших округов Келькубасского района. На его территории расположены семь аулов. И полицейский пункт был уже здесь давно необходим. В прошлом году именно в наших населённых пунктах было множество случаев кражи скота. Теперь мы надеемся, число преступлений резко снизится. Наши полицейские обеспечены всем необходимым, у них есть новые автомашины, а недавно приобретены и компьютеры. За последние три года усилиями руководителей Департамента внутренних дел, а также районных акиматов, в области открыт 201 пункт полиции. Для патрулирования приобретены 364 спецавтомобиля. Только в Келькубасском районе в прошлом году открыто 9 полицейских пунктов.